И даже вспоминают предательство ученика, укаяние жены-плутницы, но еще иногда пишут, что вспоминают умывание ног, хотя это относится уже к великому четвертику. Братья и сестры, одни и те же явления, скажем, по-разному влияют на человека. Это зависит, конечно, от его устроения души. Вот, скажем, чудо воскресения Лазаря, которое сегодня, опять же, мы вспоминаем. Какое оказано влияние на людей? Одни уверовали во Христа Иисуса, даже встречали Его с пальмой, ветвями, как царя Израиля. А другие осуществились от этой точки и решили даже Господа убить. Из одной Лазарь. Тоже сейчас мы читали в Ангелии, Господь возлежит на вечере, и вот жена-блутница разливает мира на Господа, подготавливает погребение. Конечно, она была движима Духом Святым. И вообще тоже чудо тому, что заключается в том, что к этому времени некоторые постановления закона Моисея уже перестали соблюдать. То есть, скажем, знали, что эта жена-блутница, да, но никто ее ко мне не побил. Хотя положено было по закону Моисея это сделать. То есть уже не все постановления соблюдались. И вот жена-грешница возливает мира. И что она показывает? Несмотря на то, что в ее душе страсть плотская, тем не менее она не имеет страсти серебролюбия. Это мир очень дорогой. Это очень-то большие деньги стоят. Почему? Даже все ученики стали возмущаться. Ну, конечно, это больше всего. Поскольку у нее была страсть серебролюбия. И вот, хотя, очень важно здесь нам понять, что каждый человек должен бороться со страстями своими, как говорит Авадорофий, нас это мучает. Вот хотя жена-грешница была свободна о страсти серебролюбия и легко рассталась с этими огромными деньгами, так как с толкователем говорят. Тем не менее, страсть плоская в ней была. И наоборот, Иуда был свободен о страсти плоской. Его это как бы не тесало. А вот страсть серебролюбия в нем очень жил. И когда он услышал о том, что такая трата, что, в общем, Господь говорит, что не делайте, да, здесь замечание, что вот она правильно делает, и даже во всем мире до скончания века будет вспоминаться вот ее поступок, что мы сегодня сделали, мы прочитали про это. Вот тогда Иуда уже как бы движимый страстью серебролюбия решает предать учителю. И поэтому апостол Павел говорит, что корень всех зол есть сребролюбия. Мы можем посмотреть на любую страсть, на любое событие в мире, и, конечно, там может быть сложные перипетии, такие сложные связи, но все равно выходим на сребролюбие в конце концов. Поэтому святые отцы тоже Аудрофию учат, говорит, из трех страстей рождаются все остальные. Это сребролюбие, сребролюбие и слаболюбие. Сребролюбие выходит на первое место. Почему? Потому что, чтобы осуществить сребролюбие или телолюбие, точно перед греческом, нужны деньги. А что такое телолюбие? Телолюбие – это когда человек хочет хорошо одеться, хочет спокойной жизни, скажем, не работать физически, а вот чтобы у него деньги были, он же в спокойствии ездил по каким-то местам, чтобы у него были хорошие дома, машины и прочее. Вот телолюбие, чтобы тело любить свое. Или слаболюбие, да. Чтобы человека прославляли, его уважали. И человеку кажется, если будут деньги, то, конечно, будет много друзей. Мы это знаем, конечно, да. Блудный сын, когда ушел на сторону, и было много друзей. Когда деньги кончились, он там со свиньями остался и рожки ел. Поэтому селебролюбие в этом смысле приходит на первый план. И в частности, Великий пост в древности был посвящен тому, что люди уже мало потребляли продуктов. Они откладывали денежки, и потом эти денежки на помощь нищим давали. Вот один, как бы один такой был из моментов Великого Поста. Поэтому, размышляя об этом, будем, братья и сестры, молиться, будем бодрствовать. Вот не надо думать, что мы находимся в безопасности. Потому что враг, который напал на Иуду, он нападает и на нас. Мы все читали, что, как Господь подал кусок хлеба Иуду, то враг вошел в него. Поэтому наша жизнь, она должна быть бодрственная. Мы должны бодрствовать. Посты, молитвы и средства от того, что мы ведем брань с невидимыми врагами, и стараемся противиться, вообще отсекать страсти. Как мы читали в Дорофей, есть три состояния человеческой души. Человек либо действует по страстям, как мы сегодня читали в Евангелии, Мудовец по страстям действовал. Захотел денежек, пошел договариваться. Первое состояние – человек действует по страстям. Иногда даже и не считает это страстью. Да, что это вообще нормальная жизнь. Либо человек противится страсти, либо ее отсекает. В любом случае, дай Бог нам, Бог, хотя бы страстям нашим противиться. Для этого очень полезно быть на богослужении. И как пребывать? Ну, как нам рекомендует устав. Пришел в храм, встал на свое место, и уже никуда не ходил. Понятно, что служба дальки длинная, хочется походить, посидеть туда-сюда. Но ведь в чем проблема? Почему вообще так все длинно, долго и вообще так скорбно? Тот же Афа-дорофей говорит, что человек, неся подвиги, то он терпит скорби от подвига. Вот в чем обратите внимание? Есть скорби не от подвига, от греха. Человек, скажем, живет неправильно, и вот скорбит от греха. А вот эти скорби от подвига, они очень важны. Они очищают человека от страсти. Поэтому устав, в этом смысле, конечно, рассчитан на молодых людей до 30 лет примерно, до 40. Ну, почему я так говорю? Потому что там за одну службу иногда получается, до тысячи за миг по кругу. Для нас как бы фантастика такая. Но тем не менее, святые отцы нас призывают идти путем царским, разумным, чтобы наши подвиги были разумны по силам. Потому что человек может и замолиться, а может и не домолиться. Или запаститься, а может и не допаститься. Должен быть в середине. Поэтому очень важно идти этим царским путем. А враг наш, он всегда нас качает. Он то хочет в одну сторону скачать, что давай больше молись, больше молись. Или вообще не молись. Либо давай больше постись, или вообще не постись. А мы должны быть мудры, как змеи, идти царским путем. И вот время поста как раз нам об этом помогает. Потому что через пост и молитвы страсти в нас освобивают. А когда освобивают страсти, то наш ум очищается. И он становится более тонким, говорит, в ситуации. Потому что ум – это дух. Надо помнить, что ум – это дух. И вот он очищается от поста. И человек начинает уже видеть вот эти, так сказать, нападения врага на нас. Поэтому мы будем стараться, братья и сестры, использовать вот эти оставшиеся дни, страстную седмицу, чтобы нам уже с очищенным сердцем, с очищенным от страсти, подойти к Святому Христову, к Рискансии. Вот. И, так сказать, взирая на подвиги святых отцов, и пользуясь всем опытом церкви такой, которую церковь имеет. И, конечно же, вот это два примера, когда, как иногда святые отцы, очень толкует это место, когда жена грешница освобождается от греха, а вот Иуда порабощается от этой страсти. Поэтому дай нам Бог, братья и сестры, освободиться от страстей, чтобы Господь был с нами. Потому что, в общем-то, так я и сказал слова, что апостолам, что я не всегда с вами, что он имеет в виду, когда? Он имел в виду, конечно, Галку. Поэтому до этого он прямо сказал ученикам, что кто исполняет его заповеди, да, и в том он и отец в нем. Они им говорят, что он, отец, придем и сотворим обитель в душе такого человека. Поэтому, конечно, с момента крещения в каждом крещеном человеке живет Господь. Не только Господь, а вся Святая Троица. Вот если человек подвизается, если он идет путем узким, идет подвигом таким, да, тогда благодать Божия раскрывается в человеке, как в Царстве Небесном. Будем стараться сохранять благодать, которую нам Господь даровал в Тайстве Крещения, чтобы у нас было такое живое общение с живым Господом. Помоги Господу, проси. Субтитры создавал DimaTorzok